здравствуйте друзья мы отвечаем на вопрос интересный связанные с учением английского языка эта тема вечная почти как любовь или иммиграция так вот вопрос такой что сколько нужно знать слов чтобы хорошо так себя чувствовать когда ты говоришь на английском языке вот пишут что три там или четыре это часть вопроса 1000 вот и тогда будешь себя хорошо чувствовать что тут сказать этот вопрос во мне как бы резонирует хорошо потому что когда мы только приехали сюда я для себя поставил задачу вот строительство словарного запаса потому что получилось так что я не понимал что люди говорят то есть мне дико не хватало по первости именно вот это хотя может быть самая первость состоит в том с чем сегодня легко бороться самая первость состоит в том что даже если ты знаешь слова ты не понимаешь когда люди говорят где одно началось а другое закончилось хоть вот вот эту границу сложно поймать было на на нетренированное ухо я я немецкий в школе когда-то учил и как бы у меня никакой возможности не было слышать английскую речь поэтому вот это первая была проблема она быстро проходит на самом деле и вот вторая часть люди что-то говорят и ты понимаешь вот что какие-то слова а что это за слова ты не не знаешь и я занялся словарным запасом и я рассказывал как-то эту историю что из приложения к диссертации там какой-то мне теща нашла распечатала там где-то на ксероксе размножила был словарь частотный словарь английского языка но не вообще английского языка студенты беркли и вот я изучал там три тысячи слов там было я вот их изучал и действительно хочу сказать что как только ты вот эти слова подучиваешь значит сразу начинаешь их отовсюду слышит но может быть не все три тысячи некоторые из этих трех тысяч до сих пор как каким-то балласт у меня в сознании лежат знаете запомнилось а так что вот услышать так и не услышишь но тем не менее они где-то есть и вот действительно когда у тебя есть какой-то словарный запас но вот там случае у меня можно сказать что это было три тысячи хотя это был специфический запас в общем то хватает чтобы понимать если не все то процентов 90 но тут есть другая тонкость следующие следующая тонкость состоит в том что все-таки в языке есть грамматика и при том что я и сегодня ни одного правила грамматического не знаю поскольку никогда не изучал книжек не читал на курсы не ходил так же как собственно и русскую грамматику мы знаем не потому что в школе и изучали а просто потому что это родной язык вот мы родились на нем говорим книжки читаем телевизор смотрим и как бы перенимаем да значит вот я так перенимал английскую но смысл в общем это грамматику толком не как бы не прочувствовал да вот не то что знаешь все это хорошо быть не прочувствовал то даже когда ты слова знаешь то в общем то смысл может ускользнуть легко но мы же не переводчики мы же не зарабатываем на жизнь тем чтобы там переводить что-то с одного языка на другой мы если не понятно чего так и спросить можем или переспросить можем здесь очень принято переспрашивать здесь гораздо больше принято переспрашивать если не понял чем например сказать окей да и сделать какую-нибудь ерунду изобразив на лице как будто ты понял о чем речь вот здесь народ переспрашивает и я даже наблюдал вот как люди из разных частей соединенных штатов как сильно отличается их речь например вот я здесь жил в калифорнии и там работал в компании софтфорной и вдруг приезжает женщина из штата пенсильвания она где-то там вот ну по делу к нам итак мы с ней мило начали беседовать в столовке на кухне и я смотрю она меня не понимает у нее лицо так напрягается она так вытягивается ей вроде неудобно и все меня понимают а она нет вот и я к ней прислушиваюсь и я и я понимаю почему она меня не понимает она говорит на таком красивом хорошем языке и у нее там присутствует то что называется аспирейшн да то есть она с придыханием таким то есть она не говорит пенсильвания 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 а я как-то попроще и и вот она не понимает меня потому что у меня отсутствует вот это аспирейшн вот эти вот эти при дыхании я уже я как бы в теоретически понимаю и сделать ну я я могу я на самом деле могу говорить на очень понятном красивом языке но у меня это вызывает некоторые напряжение поэтому если я во время работы да вот скажем разговаривать со студентами аж был период такое как начал говорить так у меня вторую скорость упала я же все-таки преподаю бати и получается что мне поставили произношение играть вот так так и так играть вот вот так и давай и я вроде пошел так говорить и все готова у как майкл хорошо там заговорил там красиво но но скорость упала в трое то есть я не говорил натурально для меня это не было натуральным соответственно мне пришлось отказаться потому что я все-таки работаю на языке а вот это вот красота как бы она не индусами не русскими сильно как бы не 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 ценится поэтому ну что делать вот так и пошло американцы которые здесь тоже привыкли ко всему в общем я вот почему рассказываю все-таки язык такая вещь прикладная если только ты не в ней не занимаешься именно языком как профессии тебе уже положено может и так далее тут есть еще вот какая история есть язык простой ну вот скажем для людей просто вот повседневное общение есть язык сложный на котором говорят люди которые там тонко знают язык вот если вы будете читать газету какую-то или там журнал ну вот например сейчас уже после там четверть века в соединенных штатах я практически не не заглядываю словарь но и разве что я не знаю там как-нибудь при случае давно но в общем мне хватает словарного запаса я не знаю сколько сколько у меня там этих тысяч я и я не знаю может быть пять может быть 7 может быть 8 не могу сказать но есть издания в которых народ щеголяет заковыристым языком и высоким штилем вать и там уже сложно понимать есть лексика специфическая я как-то уже вполне таскать будучи нормально себя чувствовать с английским подписался на журнал за рулем тут американская версия называется car and driver и там весь журнал написан сленгом таким найти выводильным и жуть просто но но жуть я я же не могу там через слово вставать глаза я просто перестал его читать понятно по смыслу я не хочу сказать что непонятно понятно но мы все равно это как-то напрягает но это не было высокий штиль а вот был вот такой какой-то я хочу сказать другую вещь может быть чтобы пояснить то что я говорю на понятном примере когда вот в горбачевские времена первый раз собрался съезд этих там депутатов народных которые не были назначенными от коммунистов а так как то вот они избирались там на местах и вдруг впервые выходят на трибуну люди и люди на приличных трудностях не не то что они там совсем какие-то значит там пролетариат какой-то нет выходят эти люди и начинают без бумажки что-то свое говорить не то что им по написанному прочесть надо а может они даже прочитать но все равно свое и это была какая-то катастрофа русского языка какое-то чудовищное унижение русского языка потому что прилично по-русски говорили либо журналисты либо профессора университетские все остальные включая политиков любого ранга любого включая Михаила Сергеевича значит просто но жить но он еще ничего он еще ничего но 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 все равно это не был приличный русский язык вот так как он говорил а уж то что остальные они же предложение закончить не могут вот они начинают но подожди мысль даже если у него есть мысль он не может сформулировать чтобы закончилось предложение он его начинает и не заканчивает или он его заканчивает но у него согласование слов предложения разваливается полностью это люди которым в обычной жизни не нормативная лексика заменяет половину словарного запаса отсутствующего и грамматики и так далее я хочу сказать что ты за язык такой на котором народ говорить не может вот сколько народу прилично говорят на русском языке какой процент населения там российской федерации 2 5 но также уши не вяли 10 ну сколько так вот и и английский язык в этом смысле не 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 многим отличается здесь исторически так получилось что поскольку англия было значительное время под францией то английский истеблишмент перенял много французских слог разная группа германская в английском исторически и романская группа во французском и стали так и так получилось что истеблишмент говорит на языке с большим количеством значит романских корней а простой народ говорит на языке где романских нет а больше германские вот я вспоминаю в этом словаре студента беркли там было такое слово романского происхождения xp8 xp8 это искупить как бы да дословно искупать но в германском так сказать английскому есть слова которые все пользуются ну вот если кому-то нужно сказать искупить есть слово это он эй то да это он а тут понимаешь xp8 вроде слова то же самое но простой человек скажет одно а не простой скажет другое и получается что значит язык чудовищно богат лексическими единицами и если ты вот словами если если попробовать читать в оригинале шекспира но вот даже не знаю с чем сравнить там в русской литературе вот сложно понимать эти современный там американский человек шекспира с поймет о чем не славянскими ну как длину там пара разница конечно да ну но 500 лет прошло что тогда значит сколько там вот и очень трудно понимать поэтому и следующий момент который присутствует эта страна иммигрантов а иммигранты спрямляют язык понимаете и поэтому говорить просто в стране иммигрантов говорить просто свет скажи что ты хотела я хочу сказать что погромче хотел сказать вот что что для мигранта конечно язык это инструмента инструмент поиска работы инструмента общение в целом общение в целом и так далее но общение вот если задуматься так по большому счету оно не происходит вообще всюду и нулевые темы до общение происходит на темы очень конкретные в контексте контексте связано с поисков работы да да то есть некоторое количество лексических единиц выучив которые можно свободно общаться на теме работа это не значит что вы будете свободно говорить на тему там приготовление русской кухни пи русской пищи да или даже американской или даже американской или воспитание детей но вопросы поиск связан с поиском работы вы Общаться совершенно свободно. И это на самом деле и есть ключевой момент, потому что очень многие наши знакомые говорят, что я не могу идти искать работу, пока не пройду классы по английскому. Да, и в классах, и на курсах учат язык вообще. Ну как учат язык вообще? Учат читать какие-то рассказы, где лексические единицы не подобраны по какой-то тематической направленности, а не такого общеразвивающего плана, что в значительной степени размывает прикладной характер использования языка именно иммигрантами. У нас же все-таки задача такая, чтобы приехать в страну и начать разговаривать. Так вот, начать разговаривать легче на какую-то определенную тему. И в этой связи мы, так получилось у нас случайно, мы не ходили ни на какие курсы, а вошли сразу в жизнь. И войдя в жизнь, мы начали общаться на узкоприкладные темы. И постепенно, точно так же, как человек учится водить машину, он изучает один маршрут, потом к нему прибавляет еще один маршрут, потом еще один маршрут. И постепенно, постепенно он начинает себя свободно чувствовать, чувствовать себя в пространстве. Точно так же мы и осваивали язык. Сначала, значит, узкотематически, связанным с поиском работы, потом постепенно, постепенно, включались все другие-другие направления. Но, даже по прошествии 25 лет, я, например, не могу с уверенностью сказать, что я свободно общаюсь на абсолютно любую тему. То есть, есть какие-то темы, которые мне совершенно... Но ты свободно общаешься на эти темы, на которые ты общаешься. Да, да, но которые мне нужны. Но это не значит, что на абсолютно любые темы. То есть, я, например, работаю в Майкрософте, я испытывала большие затруднения, когда у нас был там какой-то перерыв или тусовочное какое-то время. И американцы там спрашивали какие-то новости или там, как сыграла футбольная команда. Наверное, темы по-русски-то я не знаю, что сказать, а уж по-русски-то и вовсе. Вот. Поэтому язык такая штука прикладная. Поэтому мой совет – не заостряться на количестве лексических единиц, а сосредоточиться на том, что важнее. А важнее – это приехать в страну и ты сама освоиться в ней, найти работу. Правильно, да? Но подожди, вот человек живет сегодня, он не в США, он где-то. Он учит язык для того, чтобы потом приехать и как-то ему не было плохо здесь. Поэтому сегодня он может выучить какие-то там лексические единицы. И он в данном случае озабочен лексическими единицами, хотя мы понимаем, что есть еще грамматика и все остальное. Нет, но я бы сказала так, что язык учить, да, самое правильное, не лексическими единицами. Потому что, к сожалению, вот курс оторванный, вот лексические единицы, правила и все такое прочее, оторванный от языковой среды, он не прибавляет умение разговаривать на языке. Все-таки сама среда языковая, она обучает то, что, знаете, у нас в наше время в России назвалось погружением, да? Когда все вокруг происходит на языке, что в значительной мере способствует лучшему его усвоению. Вот тоже там в контексте все. Да, в контексте все, там все взаимосвязано, если ты где-то что-то недопонял, тебе пальцем показали. Ну, это совершенно другое восприятие. Но, например, значительную вообще помощь в освоении языка могут оказывать, например, фильмы на языке и смотреть их, например, субтитрами, где будет одновременно, причем субтитрами на английском языке. Чтобы было написано, что там происходит. И тогда сочетание звукового ряда и видеоряда, где написано, оно лучше ложится, и видно правописание этих слов, да? И звуковой ряд. Очень много язык изучается на уровне аудио, да, на уровне языкового восприятия. Да. Потому что у людей разная память. Кто-то хорошо запоминает, когда он пишет рукой. Кто-то лучше запоминает, когда он слышит чью-то речь. Ютюр. Ютюр. Я хотела в этот зайти. Значит, все люди воспринимают язык по-разному. У меня была смешная очень история, поскольку я язык в основном осваивала на слух, да? И слышишь, как другие люди произносят это все, и тоже произносишь, понятия не имея о том, как, например, слово пишется. И поэтому на уровне звучания я легко могла перепутать слова, которые звучат более-менее одинаково, а пишутся вообще по-разному. И в этом смысле я заменяла одни слова на другие с легкостью в тексте. Я помню это время. Совершенно даже не обращая внимания. То есть у меня в голове была ассоциация, что это вот так вот способно звучать, а на деле это было совершенно другое слово. Я помню, да. Да, но потому что у меня такое восприятие, мне легче учить, не учить, это неправильное слово. Воспринимать. Воспринимать, да. Оно само учится. Вот. На слух. И это было, конечно, очень смешно, так оно и сейчас продолжается, наверное, я так не замечаю. Кроме того, наверное, мы тоже говорим с ошибками, и американцы, может, это запоминают, но Калифорния настолько демократический штат. Либеральный. Либеральный, да, что здесь легко относятся ко всяким акцентам. И, в общем, как-то народ на этом не зацикливается, но говоришь, как говоришь. Более того, здесь, на самом деле, вот в Кремниевой долине люди, которые просто говорят, так, американцы, говорящие по-американски, да, это, ну, на самом деле, их не так много внутри компании. Может быть, в маркетинге, в сейле, а вот среди инженеров, например, это и не часто. Очень интересное наблюдение у меня еще. Дело в том, что вот то, как ты говоришь на языке, сильно зависит от твоего собеседника. Да. Очень сильно. У меня бывали случаи в жизни, когда я работала на курсах, где мы переподготавливали людей сокращенных, там, самых низовых зарплат, которые получали в свое время, там, 5 долларов в час. А эти люди говорили очень на плохом английском, у них родной был язык испанский. И я чувствовала, что у меня слова застревают в горле просто, и я вообще не в состоянии ничего сказать. И в то же время, когда я работала в Стэнфорде, то, разговаривая с людьми, которые прекрасно оперируют, у них слова перескакивают, я чувствовала, что у меня язык просто порхает, из меня выходят такие обороты, которые даже непонятно откуда они берутся. Это, Света, мы все это пережили в свое время. Это совершенно потрясающее чувство. Поэтому находите соответствующих собеседников, упражняйтесь, смотрите хорошие видео. Ну, Света, в данном случае все-таки речь шла именно о словарном сопасе. И я что хочу сказать, есть люди ученые, они там изучают материал, там статьи пишут, диссертации, книжки и так далее. Если они говорят, что 3-4 тысячи словарного запаса позволяет человеку более-менее выплывать и как-то функционировать, я, например, с этим соглашусь, потому что по моим понятиям где-то 3-4 тысячи это было то, где я перестал чувствовать голод, как бы вот не понимаю слова и начал чувствовать проблемы другого уровня. То есть я соглашусь с тем, что 3-4 тысячи действительно вот такое критическое. Но при этом все-таки важно, на какие темы ты говоришь, потому что вот так же, как Света сказала, что умение водить автомобиль наращивается с тем, что ты новые и новые маршруты осваиваешь. То же самое умение говорить на английском языке, функция оперировать на языке, наращивается с тем, что ты осваиваешь разные темы. Снятие квартиры, поход в магазин, поход в ресторан. И я видел книжки очень много разных курсов английского языка, где именно так и строилось тематически. Вот в аэропорту, в ресторане, в магазине, там где-то еще, я сейчас не помню, много попадалось разных курсов книжками и кассетами, и еще чем-то. Вот они все так. Это практически такой курс. А сегодня, когда вы можете по-любому, по любой теме, да, вы можете видео посмотреть на, там, ютюбе, и там будет говорить либо американец такой с прекрасным языком, там, с тем же Стэнфордским, там, Гарвардским, эти образованием, либо из Индии человек. Если вы, например, хотите войти работать, вам надо научиться индийский понимать. А китайский тоже, английский совершенно другой. Китайский тоже другой, но, в принципе, можно обойтись. Но, во всяком случае, это многогранная штука, и я бы сказал так, вот то, что вы делаете, вот то и хорошо. Потому что гораздо лучше делать что-то, чем ничего не делать, а рассуждать, вот я приеду, и там в колледж пойду. Ни в коем случае. Да, спасибо тебе, мы стоим на одной волне. Нет, просто те люди, я начала фразу, да, я как-то с кого не закончила. Те люди, которые, я не пойду искать работу, пока не выучу язык, я буду ходить в колледж. Эти люди до сих пор ходят в колледж. И не работают. И не работают. Да. Поэтому, ну, в основном, некоторым повезло, что-то их так вот загнал кто-то на работу там силком. А так, конечно, проблема. В общем, мы на этом заканчиваем тему словарного запаса и его размеров. Счастливо! Спасибо!